Хей, ватсап, ребят! Меня зовут Леша Майсак, это Стас, Дима. И сегодня мы находимся в очень странном здании, в котором куча потайных комнат. И сегодня здесь мы сыграем в прятки, но не простые, а самые страшные в нашей жизни. Нам сказали, что нас будет искать какой-то огромный мясник. Правила тут очень простые. У нас будет 5 минут для того, чтобы спрятаться, а у него будет 1 минута, чтобы нас найти. Да, ребят, ну перед тем, как мы начнем, поставьте лайк, потому что видос обещает быть очень крутым, и в процессе вы можете просто забыть это сделать, а если сейчас сделаете, вас ничего отвлекать не будет. Ну что, пацаны, предлагаю перейти к первой комнате. Пошлите в самую ближнюю. Пойдемте. Так, непонятно пока что, что это такое. Какая-то клетка. О, здесь походу мясо. Реально, поедим, наконец-то, я как раз проголодался. Давайте не отвлекаться, искать место, куда спрятаться. Ну тоже верно. Пойдемте. А, я понял, это корабль. Смотрите, это карта, по которой они плавают. А с чего ты взял, что это корабль? Ты что, не видел корабль никогда изнутри? Нет. Знаете, на что это больше похоже? На какую-то огромную камеру для пыток. Ну не знаю, мне это полностью напоминает корабль. И в фильмах, и в жизни я видел корабли, и это реально корабль. Знаете что, я нашел одно место, можно под кроватью это спрятаться. Ладно, я полезу наверх, я думаю, там есть место, где можно заныкаться. Точняк, я просто накроюсь этой штукой и притворюсь потолком. Точно, ты уверен, что это хорошая идея? Ну а что еще делать? О, Лех, я так же, как и ты, сделаю, только на шкафу буду это делать. Э, вы что, офигели? У меня здесь спрятаться. А вот и часа, понял? Реально. Все, давай, давай. Так у тебя там места много, давай я к тебе залезу. Нет, Димас, ко мне не надо залазить. Ладно, хорошо. Шкаф этот не открывается? Я не знаю, Дима. Ну знаешь, в чем прикол? В том, что он подумает, что кто-то внутри, а я буду сверху. Так, я карту нашел. И что, она мне ничего не дашь? Я очень зол сейчас на вас, пацаны. Да, Димас, давайте сверху помогу, попробуй тут какие-нибудь ребусы решить, там, не знаю. Какие ребусы? Подожди, может быть, Стас, если я так спрячусь, меня видно? Э, ну да. Что делать тогда? Можешь проиграть в первом же раунде, и все. Ага, я тебе проиграю. Что, Димас, ты можешь найти место? Да. Мне говорили подсказку, что мы должны искать тайные всякие комнаты. Попробуй поискать что-нибудь подобное. Так, ладно, тайные комнаты, тайные комнаты. Димас, я тебе скажу по секрету, это же только начало, в начале всегда самое простое. Так что, если ты сейчас проиграешь, то ты неудачник по жизни. Так, здесь точно ничего не открывается, погнали дальше. Я смотрю вот на эту штуку, и она меня заманивает. А, это, походу, надо шарик в корабль заснуть и доплыть вот до этой штучки. Ты что, сюда в игры пришел играть? Сейчас, блин, будешь играть, у тебя слой от первого. Ребята, видите, какая тактика? Мне просто шарик оперся об стекло, и все. Димас, осталась всего лишь минута, быстрее, поторопись. Ну и что? Ты видишь это? Блин, ну ты красавец, ребус разгадал. Кручок. Мне тут хватит места, чтобы спрятаться, Стас. Офигеть. Ну все, Димас, удачи. Так, ребята, я сейчас нахожусь наверху, и здесь на самом деле реально куча места, где можно заныкаться. Кстати, через этот пол можно смотреть снизу, кто там находится. Если этот здоровяк будет проходить, я его сразу же запалю и буду готов спрятаться. Давайте уже накроемся, а то потом времени может не хватить, и он меня заметит. Ребята, самое главное, чтобы он не додумался зайти вот в эту потайную дверь, потому что она не закрывается. Ребята, на самом деле я хочу посмотреть, как он выглядит. Поэтому немного вылезу. Главное, аккуратно. Перц, здоровый. Он уже идет. Он эту кровать поднял одной рукой, одной. Она здоровая была. Так, ладно. Главное, чтобы он меня не спалил. Прятки. Он уже, походу, в этой комнате. Что-то происходит. Прятки. Уходи, уходи. Прятки. Прятки. Ребята, кажется, он ушел. Это жесть. Он ушел? Вы живые, да? Вас не нашли? Нет. Ну, как я и говорил, первая комната оказалась очень простой. Блин, капец, вы знаете, что он делал? Что? Я сидел на шкафу, он начал стучать со всей силы в него, чуть не офигел. Смотри, он его даже сломал. Реально. Смотри, просто переломал полностью. Хорошо, что он меня не достал. Да, ребят, ну вы понимаете, он даже не старался, потому что нам сказали, вас немножко вначале припугнут, а дальше будет полный капец. Ладно, пойдемте тогда дальше в следующую комнату. Да, погнали. Ух, ну пока что никто не выбыл. Да, я думал, на самом деле будет какой-нибудь сдыхлик такой. Ну, не сильно здоровый, а там прям такой мутантище. Пацаны, я его даже не видел, но испугался еще сильнее, чем вы. А я видел его. Это была только первая комната, так что, пацаны, расслабьтесь. Сейчас будет пострашнее. Оба, вот она. Цифра 2. Ой, блин, на самом деле что-то как-то не сильно хочется даже. Но выбора у нас нет. Мы же сами захотели в этом поучаствовать, поэтому заходим. Давайте все втроем вместе заходить все время. Что, заходим? Давайте. Раз, два, три. Так, что это за комната? Какая-то рыцарская, прикольно. О, тут даже меч есть. Пацаны, здесь меч не вытаскивается. А, и здесь еще кондур меча. А, окей. Круто, мне мишка огромный, смотрите, как настоящий. Ну все, ему не повезло. О, сейчас его порубим. Да подожди, Леха, надо же не баловаться, а искать место. Кто тут балуется? У него кувалда, у меня два клинка. Ну, Димас, тем более, если мы каждый по мечу возьмем, мы вообще его разделаем. Реально. А что если мы на него кабанала травим, Дима? Да он же не живой. О, кстати, это отличное место, чтобы Диме спрятаться. Димас, как тебе? Ага, можешь залезть изнутри как-нибудь. И куда мне спрятаться? Ну, вон там есть отверстие какое-то. А, сам иди туда, понял? Ты лучше квест разгадывай. Ладно, пацаны, шутки, шутки, мне нам реально нужно спрятаться. Меня прошло, аж чуть не споймал. Что ты делаешь? Вы что, не видите на столе мечи? О, реально. О, прикольно. Димас, а ты умеешь думать? Я, в отличие от вас, не балуюсь, а пытаюсь найти место. И что, Димас, разложили мы твои мечи? Пацаны, картина открылась. Вот, картина открылась. Так, здесь какой-то рычаг, я за него хочу вернуть. Ты что сделал, Леха? На рычаг нажал, что еще? Подожди, а если он сейчас оттуда спустится? Да не, это маловероятно, у нас есть целых 5 минут, чтобы найти место, где спрятаться. Так, ну знаете, это место чур мое. Димас, ну я его нашел. Ну, кто первый, тот и съел. Все, пацаны, удачи вам. Удачи на поисках. Не, ну Димас, ты поступаешь как нерусский, ты как этот, как крыса. Ох, не бегай себе, что здесь? Тихо. Он, кажется, идет. Идет? Ну я слышу, этот молот. Ну а ты тоже иди куда-нибудь. Подожди, Лех, может мы твое уместимся? Ну, может, уместимся. Не, смотри, у меня колени прям по максимуму. Капец, что делать? Что делать? Короче, могу тебе пожелать только удачи. Смотри, чтоб он тебя не съел. Хотя у тебя нечего есть там, пока. Так, ребят, надо выставить эти штуки, походу, как там на картинке. И последнее вот так. Ну ничего, ничего не происходит. О, вы слышали, ребята? Так. Дверь открылась. А меня видно так? Да что ты хочешь, я место искал. Да я спрашиваю, типа меня видно или нет? Да не видно, ты за картиной, ты что? Ну все, отлично, так бы сразу и сказал. Я спрятался. Офигеть, ребята, смотрите, шкаф открылся. Ладно, я тогда в него и спрячусь. Тут он меня точно не найдет. Офигеть, вот это я место нашел. О, все, походу она закрылась и не открывается. Фух. Опа. О, ребята, это меч-камни, крутяк, но не буду его трогать. Будем надеяться, что он не сможет открыть эту дверь. Он же тупой, он не разгадает этот требус. Он своим молотком ходит и ничего не сделает. Так, ребята, он, походу, заход, зашел. Он здесь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блин, что за странный шум, как будто он кувалдой там ломает вообще все. Самое страшное то, что ты не видишь, что там происходит. Надеюсь, он меня не найдет. Ребята, если вам нравятся подобные форматы пряток, то ставьте лайки. Если вы поставите 150 тысяч лайков, то я думаю, мы снимем еще одну часть. Блин, потому что такие прятки, это вам необычные прятки. 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 Сейчас он пойдет к Диме наверх. Скорее всего, если Дима наверх, то я могу выстрелиться через эту лестницу. Это просто жесть. Прятки. Димас. Прятки. Димас. Димас, ты здесь. Иди сюда, быстрее. Вон там, Стас. Я знаю, быстрее ко мне, ко мне, ко мне. Ребята, на самом деле, вот заходишь в комнату, не так страшно, когда слышишь этого огромного чувака прям все, руки трястись начинают. Ты хоть все там закрыл, он не пролезет сюда? В смысле не пролезет? Он идет через лестницу назад. Что делаем? Я не знаю, надо думать, как сбежать отсюда. Надо валить отсюда. Как открыть эту дверь? Не знаю, просто выбить ногой, наверное. Стас, что за меч? Прятки. Ого, ты слышал звук? Там что-то произошло. Сейчас я выберу. Прятки. Решетка опускается, Леха. Леха, выходи быстрее. Леха, давай, быстрее сюда. Прятки. Прятки. Смотри, он идет. Что за прикол? Я не знаю. Я даже не выкупил, как ты здесь оказался. У меня все в моменте произошло. Походу, ты когда меч выдернула, он начал опускаться. Прятки. Смотри, смотри на него. Какой он стрёмный, это вообще жесть. Ага. Прятки. Не, я надеюсь, он же не выйдет, правильно? У него один путь только через верх. Как-то по себе прилезет. А, через верх он не сможет. Пацаны, аккуратно. Прятки. Я так и не понял, кто из вас начал опускать эту клетку? Это, походу, Дима, когда меч достал. Ну, все равно классно мы его там оставили, да? Ну, если бы он это не сделал, то мы бы продули просто. Точнее, я бы проиграл, меня просто сожрал. Все равно, крутяк. Погнали в следующую. Опа. Она немножко отличается от других. Она какая-то старенькая. То есть пытание прошли, и это пройдем. Ага. Let's go. Так, 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 что это за место такое? Здесь вообще нигде не спрятаться? Да, только один шкаф. Это просто, блин, ловушка. Ну, возможно, этот шкаф открывается. Он закрыт. Давайте разгадывать. О, пацаны, я нашел ключ. Давай, открывай, открывай. Нет, все просто пока что, да? Попробуй другой. Все нормально. А, открыл, да? Ого. Что, я сейчас в шкаф трампы лезю? Нет, тут по-любому есть потайной вход. Мы же только раз проходили все эти испытания. О, пацаны, заходите, смотрите, какой большой шкаф. Ничего себе, что это за печать такая. Так, здесь явно должен быть еще один проход. Давайте пошаримся в одежде. Давайте посмотрим. У меня какая-то штука. О, я знаю, куда я. Это для этих, для специй. Да, Лёв, ты что-то не тут делаешь? Да, сейчас сильнее нажму. Давайте дальше по карманам посмотрим. Тихо. Что ты сделал? Не знаю, нажал на эту штуку. О, е-мое. Что здесь шумит так? Здесь прохладно. Ага. Так, ну где спрятаться, непонятно. Уже нас здесь везде найдет. Подожди, здесь есть одно место, где можно спрятаться. Да? Ага. Так, а где вас тогда забивай вот это? А нет, здесь никак не пролезет. Ты уверен? Да. Стас, ты что-нибудь нашел? Я пытаюсь открыть эту дверь. Не, ну пацаны, чисто гипотетически я туда могу залезть. Да? Да. Пацаны, я какую-то штуку нашел, смотрите. О, вот еще и записка. Покажи, покажи вот эту штуку. А, какой-то текст непонятный. О, подожди-ка. Что, открыл? Не знаю. Нет, пока что. Подожди, может быть нам найти три такие фигуры? Ну что, Леха, ты влезешь туда или нет? Ну типа... Ну ты ничего не сломаешь? Вероятность есть туда залезть. Ага, а как ты потом вылезешь? Так же, как и залезал. Не думаю, что так получится. Может, Стас может залезть? Может быть. Давай попробуем. Сейчас, подожди, хочу найти открывашку для двери. О, пацаны, я нашел еще одну. Дима, еще одну нашел? Да, вторую. Надо третья. Все, последняя осталась. Ромбик. Леха, ты ничего не видел здесь? Нет, нет, ничего нет. Игуру какую-нибудь. Там ничего нет. Точно, у нас мало времени, давайте быстрее. А вот сверху что-то. Где? О, пацаны, третья. Нормально. Так, ладно, надо кому-то здесь оставаться, прятаться. Кто это будет? Я могу залезть в эту штуку. Ну попробуй, либо за елками спрячешься. Окей, давай. Так, Димас, погнали мы дальше. Все, открыл. Так, ничего себе здесь избушка. Так, интересно, здесь можно где-нибудь спрятаться? О, ну только под столом, если. Но там очень мало места. Блин, никак не получается туда залезть. Походу, это нереально. Надо прятаться за елкой. Димас? Что? Я, короче, на нее оперся, и она двинулась. Ничего себе. Вот это прикол. Погнали ты это дальше. Давай. Так, ребят, я спрятался здесь за елочкой. Надеюсь, меня не будет видно, и он меня не словит. Надеюсь, пацаны нашли себе места. Что это за звуки? Походу, он идет. Что здесь у нас? Да здесь тоже негде спрятаться, Леша. Не смысл ты чужой, и навсегда застыгнешь. Я что-то не то сделал? Это трон королеву. А вот, стань. И что, что королева? И я король. Кстати, как думаешь, если я притворюсь, типа, статуя меня увидит? Конечно, увидит, Леша, ты что? Я что-то нашел. Димас. Что? Что-то открылось. Подожди, стой. Вот это что? Димас, дверь открылась. Ну хорошо, дверь открылась. А ключ где? Может быть там? Хорошо, погнали туда. Блин, ребята, я не понимаю. Короче, Димас, здесь тупик. У меня есть крутое предложение. Какое? Помнишь, там шкаф отдодвигался? Комод это? Да, да, да. Давай мы просто обратно задвинем и будем держать. И все, он не зайдет. Погнали, отличная идея. А тут негде спрятаться, конечно. Тупую комнату мы выбрали. Ну ладно, пойдемте. Давай, давай, тяни. Вот тут есть. Опа. Все, отлично, теперь у нас не найдет. Главное держать, чтобы он сюда не зашел. Ну он большой, думаю, он его может съесть. О, еще отсюда будет видно. А, реально все видно. Ребята, у меня тут свет включился. Прятки. Прятки. Чего там, Димас, где он рядом? Прятки. Прятки. Он не может пролезть даже. Прятки. Ладно, самое главное, чтобы он меня не заметил. Хоть не пролезет. Прятки. Я вижу, он никак не пролезет. Прятки. Не, он вообще не пролезет. Он все уходит? Да. Прятки. Прятки. Все-таки я думал, это плохое место. Он тупо в него даже не пролез. Мы могли даже тут стоять смотреть на него. Интересно, Стаса не съел? Вроде бы не кричал. Хотя он мог просто так... И нет Стаса. Меня, походу, очень сильно пронесло. Капец. Мы могли просто все пойти дальше, и он бы не пролез. Вот минус. Стас, он ушел? Он ушел, он даже не смог пролезть. Да, мы это видели. Мы просто взяли за комодом, спрятались, и все. Он даже сюда не пролез. Да. Крутяк. Ну, короче, это есть урок. Меньше надо есть. Везучий раунд, короче. Ладно, ребята, перед тем, как мы пойдем дальше, я вам напоминаю про наш конкурс. Как только мы собираем 100 тысяч подписчиков, мы разыграем приз на 100 тысяч рублей. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас на канал, и скоро уже, думаю, будет новый конкурс. Да, все, пойдемте. Так, интересно, кто победит, мальчик или девочка, я пока что не знаю. Блин, вроде бы была третья комната, одна из самых сложных, но оказалась самой простой, потому что она даже не влез. Ну, хорошая же идея была спрятаться за комодом. Ну, если бы он пролез, он кувалду ее разгромил, так что такая себе. Ладно, пойдемте дальше. Четвертая. Ух, интересно, что же нас там ожидает? Не знаю, пацаны, как вы, но я уже вообще к нему привык, поэтому изи. От него спрятаться просто вот так. Ну, посмотрим это, посмотрим, самоуверенный. Да, зря ты так. Так, ладно, пацаны, сейчас надо быть реально серьезными, потому что в прошлый раз он чуть нас всех не сожрал. Да, поэтому у нас только есть пять минут, чтобы найти место. Я, кстати, уже нашел одно. Мне кажется, за этой картиной что-то есть. Ну, это понятное дело. Кстати, это же Индиана Джонс, тут по-любому всякие секреты и тайны. Короче, давайте договоримся так, кто что-то находит, открывает или проходит, того и место. И все, чтобы было честно. Давай. Так, ладно, попробуем через эту штуку. И что? Тут некоторые книги открываются, а некоторые нет. В шкаф можно же открыться? О, пацаны, деньги. Тут монетки не хватает, смотрите. Найдите монетку. Кстати, подождите, а если все книги одновременно потянуть? Раз, два. Помогите мне, я две взял. Так, одна или одна. О, слышал? Вот дверь открылась. Дверь открылась. Это все я. Запоминайся, это я. Подожди, что это ты с Димой. Решайте сами. Смысле я с Димой, это я сделал. Смотрите, что я нашел. Крутые очки. Так, ладно, Димас, я буду здесь все. Нет, Леша, я первый сюда вошел. Ну ты надоел. Ну ладно, все, ныкайся. Давай я лучше помогу тебе найти другое место. О, пацаны, я нашел монетку. На, типа, сбросите монетку и решите, кто будет там прятаться. Давай. О, хорошо. Давайте, кто что? Я Орел. Орел, а ты Решка, да? Я единичка. Хорошо, давай. О, блин. Ну ладно, хорошо. Смотри. А вот, срочно вызывайте этих, милицию. Кин открылась, пацаны. А вот и мое место. Ни фига себе. Тихо. Так, оп, лестница. Леха, ты что, не умеешь пользоваться лестницами? А, там крючок был, блин, а я не заметил. Вот это здесь потайная комната, жестко. Подожди, покажи, я хочу тоже посмотреть. Нет, все, Димас, иди в свое место. Слушай, Лех, может, пустишь себе? Ну, правила же это запрещают, я бы с радостью. Блин, Димас, а ты... Нет, все. Капец, что мне делать? Под стол, он есть, больше мест нет. Так ты что, ты хочешь открытый быть? Да. Он мне все равно не залезет сюда. Я блин под стол, еще не факт, что влезу. Ладно, будем надеяться, что он меня не словит. Димас, я тут подумал, все-таки, Маш, закроешь меня. Хорошо, только давай быстрее, потому что времени нет. Давай я ловлю. Ебаю. Нормально, он закинул, конечно. Здесь прячемся. Все, главное держать дверь, чтобы он... О, он уже вошел. Здесь, в принципе, меня вообще никак не найдут, потому что это картина. Это... Он уже зашел. Блин, ребята, у меня самое неудобное место, и мне кажется, что меня он найдет. Прятки. Скай покажет, что он их ищет, а я покажу свою новую комнату, где можно прятаться от родителей. Ребята, поставьте лайк, если бы хотели себе иметь потайную комнату, типа такой. Вот, вот, тут куча места. Вы тут всякие штуки с друзьями мутите втайне от родителей. Мне кажется, это было бы вообще офигенно. Если у меня в детстве была такая комната. Прятки. 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 Кажется, Стаса поймали. Он все-таки нашел Стаса, ребята. Даже если он меня найдет, то он сюда не залезет. Но смотрите на эту лестницу. Вспомните, какой он здоровяк. Ну это типа нереально вообще никак. Ладно, будем ждать, пока закончится время. Только потом вылезем отсюда. Леха. Что? Выходи. Стаса все нашли. Его съели? Да. Зачем? Я не знаю. Так а что он не мог спрятаться в другое место? Так нет уж других мест. Кто бы вообще посоветовал прятаться под стол? Я не знаю. На самом деле это был я. Вот такой ты друг, да? Да я нормально, куда тут еще прятаться? Ну не повезло ему, значит. Ты слышал, как он кричал? Я думал, что он типа его отпугивал. Оказывается, он реально испугался. Так, надо сейчас в другую комнату идти. Окей, let's go. Да, Димас, остались мы вдвоем. Ну Стас, сам видно, что спрятался под стол. Ну он выпендривался, типа. А я уже привык, мне не страшно все дела. И у нас осталась как бы последняя комната. Что-то я не хочу туда входить. Ну а на свой факт первый. Раз, два, три. Входи, Леша. Тут написано не входить. А ты входи. А тут написано не входить. А челлендж такой, чтобы входить. Ладно, не переубедить тебя. Погнали. Что это за комната? Бывает, это напоминает запах Гарри Поттера. Запах. Запах. Так. О, да, это Гриффиндор. Смотри, это из Гарри Поттера. А я Гарри Поттер, кстати, не смотрел. Да? Да. Как так? Не знаю. Мне кажется, ты лжешь. Нет, у меня что-то этот фильм прошел стороной. Ой, это шар из игры, этот квизич, когда они играли на медлах. Прикольно. Так, а это шляпа, которая разговаривала и говорила, к какому отряду ты будешь относиться. Так, я что-то нашел, Леха. Сумас, окажется, вижу будущее. Себя съедят. В смысле, меня съедят? Да, ладно. Так, это какая-то штука, можно нажать на нее надо. Понедельник. Тут, смотри, тут расписание занятий. Понедельник. Да, надо изучать дальше. Пирчи какие-то. Можно здесь понадобиться. Эй, Леха, что ты там делаешь? Я смотрю, шкаф открылся, смотри. И здесь конфеты Гарри Поттера, вот эти, знаешь, которые с разными вкусами. А здесь нельзя спрятаться? Да, походу никак. Но тут какая-то миска. Блин, может на шкаф тогда залезть? Ладно, ты поищи здесь, я посмотрю там, может что-то найду. Давай. Блин, победительнейший, что я не хочу проигрывать. Ключи. Сундук какой-то. Так, Леха, тут ничего нет. Да? Там есть что-нибудь? Да, тут какой-то сундук. О, так в него можно спрятаться, Леха. Да, 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 но я предлагаю сыграть в честную игру. В какую? Ну сейчас, короче, на самом деле в том шкафу было два ключа. Ах ты жул. В смысле, я его открыл, я разгадал загадку, я типа как бы имею право. И что, все равно, мы команда. Давайте играем по-честному. У меня в руках два ключа, один из них подходит. То есть на удачу? Ну типа да. Право или лево, право или лево. Выберу я и вот эту руку. Так, большой ключ, походу, это он и есть. Ну давай попробуем. Честно, я сам не знаю, какой из них. Нет. Не подходит! Что это не подходит? Ладно, Леша, я пойду искать другое место. Ну, я сделал все по-честному, ты сам видел. Опа-на. Ну, ребята, я изначально хотел схитрить, но, как вы заметили, Димас сам могла эту руку. Ну все, получается. Я свое место нашел. Надеюсь, Димас найдет и свое место в этом мире. Так, надо срочно найти место, где можно спрятаться. Так, я смотрел в камине, но в камине негде спрятаться. Ладно, ладно, думай, думай, Дима, думай, голова. Ладно, мне сидеть. Если я сделаю... Так, мне он так сразу спарил. Так, блин, ладно. Так, быстрее. Времени вообще нет. Расправить главное. Так, стоп. Прятки. Прятки. Так, ребята, все, я уже нахожусь в этом сундуке. Он выглядит реально, смотри, как гроб. Кстати, может что-нибудь с гробами снять? Мне кажется, будет прикольно. Так, тихо. Вроде бы, Димаса еще не нашел. Прятки. 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 Да, ребята, у меня получилось это, и я спрятался в надежном месте. Так, мне кажется, лед сюда поднимается. Прятки. 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 О, сирена. Кажется, я повезел. Вот это мне повезло, конечно. Да, ребята, и в итоге я остался один. На самом деле, в тот момент, когда он открыл сундук, я думал, я сейчас проиграю. Ну, прозвенела сирена, и минута закончилась, и я победил. Капец, мне повезло, потому что, если бы все проиграли, это было бы позорно для нас, так как мы профессионалы в прятках. Но я все-таки победил. И я уверен, что вам понравилось это видео, и за мою победу вы влепите лайк, напишите крутой коммент, какие нам еще прятки снять. И, конечно же, подпишитесь на канал, потому что, когда стукают 100 тысяч, мы разыграем приз на 100 тысяч рублей. Ну, а с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok